Как понять вообще, какая твоя карма и что с ней делать? Вообще, если честно, это достаточно заезженное слово на сегодняшний день. К нему отношусь так. Не то, чтобы скептически карма существует, но она набила оскомину. Но с другой стороны, как определить карму, что ты должен в этой жизни какой-то урок пройти? Тебе всегда чего-то не хватает, понимаешь? Те вещи, которых не хватает, и тебе очень сильно их или хочется, или не хочется, ну там, где тебе очень сложно. И как только ты эту кармическую задачу решишь, у тебя открывается хай-левел, новый уровень. Работая с людьми, я видел разные кармические какие-то уроки, потому что если опять выдаваться в теорию прошлых жизней, прошлых опытов, у некоторых людей есть кармические связи с детьми. Это 100%. С родителями 100% кармическая связь. Некоторые дети, они вот ходят за тобой, и в следующей жизни опять будут твоим ребенком. Вот они по несколько раз приходят. А где-то бывают там две сестры, и одна у другого парня отбила, да, и в этой жизни у них вот непонятное соперничество какое-то. Бывает, знаете, как у меня младшая дочка жене говорила, ты мне всю жизнь испортила. Просто до истерики орала, да. Она только говорить научилась, я не знаю, там 4 года было. Очень много кармических каких-то неотработанных вещей у отца с сыном, у мамы с дочкой, перекрестно тоже, там, с братом, да, с двоюродным, с родным братом. Там и на самом деле очень много хитросплетений. Если брать, допустим, такие сложные какие-то кармические связи, бывает в одном тренинге, когда сидят с прошлой жизни, там, папа, мама и друг. И ты начинаешь одного вот в транс водить, второй я его мама, там, третий еще, что-то как-то реагирует. И там они разбирают свои отношения уже внутри. Прикиньте, там, 5 человек в трансе, и все какую-то лабуду несут. Вот это жесть, конечно. Я поэтому сейчас групповые тренинги не провожу, если честно, часто, во всяком случае. Очень сложно держать такие поля, и, не знаю, раньше мне хотелось доказать, что я крутой, а сейчас зачем? Мне кажется, что я уже крутой. Если ты принес с прошлой жизни в эту нерешенный какой-то вопрос, тебе очень важно этот вопрос решить. Это делается на ретритах, это делается на регрессии, это делается на расстановках. Но ты должен прям прийти с запросом, мне нужна расстановка там вот с этим, да? И мы тогда пойдем через расстановки отрабатывать карму прошлой жизни. Что значит отрабатывать? Это не так, чтобы взять кайло и, короче, там, фигачить, но иногда и так тоже. Но это значит прожить тот опыт, который был недопрожит в прошлой жизни, его пережечь и войти в эту жизнь уже без прошлого негативного опыта. И когда ты тот опыт закроешь, тогда ты уже можешь смотреть на ту жизнь, которая сейчас. Какие кармические уроки у тебя в этой жизни теперь? Есть карма, когда там не хватает денег, и, значит, твоя основная карма – заработать деньги. Есть карма, когда ты думаешь, что ты как будто ей – это не моя страна, я должен там в другой стране жить. Вот переезд – это, наверное, тоже одна из кармических задач. У кого-то кармическая задача – создать семью. Но этому человеку невероятно сложно даются отношения. И когда человек рождён в богатой семье, когда человек становится вдруг несметно богатым в какой-то короткий промежуток времени – это проверка медными трубами. Медные трубы – это один из последних уроков пребывания на этой земле. И очень важно этот урок пройти. Это значит, нужно, во-первых, стать счастливым, несмотря на то, что у тебя всё есть. Сейчас будет очень многие смеяться, что ты «а, было бы у меня всё, это же легко». Ничего подобного не легко, потому что ты не понимаешь, чем теперь себя радовать. Потому что тогда, когда тебе даётся всё легко, непонятно, что делать. Таким людям очень важно создать тёплые отношения с противоположным полом. Создать семью, детей. Этим людям очень важно не испортиться характером. В том плане, чтобы всячески подавлять свою гордыню, эго, потому что в какой-то момент таким людям кажется, что они полубоги. Но это же неправда. Ты же такой же человек. Ты когда пукаешь, у тебя воняет, а не бабочки летят. Очень важно быть вежливым с людьми и относиться к ним не с высока, а на равных. Научиться помогать этим людям. Гордыня – это, наверное, один из самых сложных уроков, когда у тебя есть деньги. Ладно, когда ты с гордыней работаешь, тогда, когда денег нет. У тебя денег нет, ты ещё начинаешь выпендриваться, тебе не по голове сверху. А представь, у тебя много денег, у тебя всё есть, ты можешь всё купить, и кто тебе даст по голове? И ты живёшь, не видя траектории вообще своей жизни. Сложно простроить путь там, где нет дорог, и ты можешь идти куда хочешь. И прикол в том, что ты никуда не хочешь. Это на самом деле очень сложно. Чтобы посоветовать, находить прекрасные вещи в простых вещах. Это тавтология, конечно, но счастье кроется в простом. В закатах, в рассветах, в пеших прогулках с любимым человеком, бизнес-трипах. Деньги на самом деле открывают очень много контактов. Ты можешь общаться с мега популярными, крутыми людьми. Ты можешь заплатить за консультацию хоть кому, да, прийти и пообщаться. Мне кажется, очень большой грех не пользоваться такими возможностями, а проседать в унынии. И уныние, это же тоже один из смертельных грехов, да, уныние. Нищету пройти надо пойти и заработать. Для того, чтобы пройти карму нищеты, очень важно убрать вот эту корону, про которую мы уже говорили, и убрать пренебрежение к деньгам. Нам нужно изменить отношение к деньгам по самому. Что это не прям как нужда, а как просто данность, которая есть. Знаете, в тот период, когда у меня дырявые туфли были, я сидел дома и думал, где же взять 3000 тенге для того, чтобы оплатить в школе шторы. Этот прикол же есть на что раздавать. У нас картошка кончилась, мы не знали, что кушать. 3000 мы бы неделю ели, наверное, по тем временам. Когда ты на дне сидишь в нищете, это непомерная гордыня. Тебе жизнь давала шанс разбогатеть, а ты просто просрал, потому что твое эго просто не вмещало такого объема денег. И я сижу дома за ноутбуком, попадается пост Оша. Птичка, когда просыпается утром, она сразу поет. Она не думает, будет у нее еда или нет. Она просто поет. Потому что еда, она по-любому будет. И как только вот это понимание приходит, что деньги в любом случае будут, и ты день начнешь с пения или с танцев, ты увидишь, как изменится твоя жизнь. Просто пятиминутный танец с утра меняет все нейроны связи и все твое бытие вокруг. Позитивные танцы. Поэтому, чтобы карму денег пробить, нужно хотя бы танцевать с утра.